В этом видео вы узнаете об экосистеме Космос, механизмах ее работы, уровнях блокчейна и связях между ними, совместимости сетей, Космос Хаб и многом другом. Подписывайся на канал Криптон, а мы начинаем! Космос представляет собой экосистему блокчейнов, каждый из которых может работать по своим правилам и в то же время оставаться безопасным и масштабируемым. При этом блокчейны, построенные в экосистеме Космос и в ней ее, могут легко взаимодействовать друг с другом. Блокчейн состоит из трех уровней. Уровня консенсуса, благодаря которому участники сети приходят к согласию. Сетевого уровня, на котором распространяются транзакции и сообщения, связанные с консенсусом. И прикладного уровня, то есть уровня приложений, отвечающего за обработку транзакций в разном виде. В биткоине и других блокчейнах первого поколения все уровни смешаны вместе. Такое строение затрудняет создание проектов поверх блокчейна биткоина. Более того, сама кодовая база биткоина ограничивает возможные сценарии создания отдельных проектов, использующих кодовую базу биткоина. В эфириум, блокчейне второго поколения, слой приложений был выделен в отдельную структуру, виртуальную машину эфириум, или сокращенно EVM, эфириум виртуал машин. Эта структура обрабатывает программы, называющиеся смарт-контрактами, которые могут быть созданы любым разработчикам в блокчейне эфириум. Такой подход позволил разработчикам начать создавать множество децентрализованных приложений, значительно расширив спектр применения криптовалют. Позже начали появляться и другие блокчейны, использующие виртуальную машину эфириум как прикладной уровень, но в связке со своим алгоритмом консенсуса, то есть способом прихода участников сети к согласию. Однако у такой системы существует ряд недостатков, которые сводятся к тому, что разработки, которые строятся на прикладном уровне, всегда будут ограничены свойствами основной сети. Например, все децентрализованные приложения в блокчейне эфириум ограничены пропускной способностью основной сети, невозможностью прямой связи с другими сетями и только общим набором валидаторов, без возможности построения частных проектов. Это значительно тормозит развитие, измедляет внедрение технологий блокчейн в новые секторы. В свою очередь, система виртуальной машины эфириум предопределяет все варианты использования и не дает выйти за рамки структуры основной сети. Все эти проблемы решает космос. Блокчейн третьего поколения, который упрощает разработку децентрализованных приложений и даже собственного блокчейна, при этом обеспечивая прямую связь блокчейна в своей экосистеме, не ограничивая их по свойствам и возможностям применения. В космос сетевой уровень и уровень консенсуса с помощью решения Tendermint BFT объединены в общий механизм, обеспечивающий высокую производительность и безопасность сети. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на разработке приложений, а не на создании базы блокчейна. Каждое приложение в космос само по себе является прикладным уровнем, создавая таким образом собственную сеть. На практике это сводится к нескольким простым действиям – определению типа транзакций и функций, необходимых для приложения. Обо всем остальном уже позаботится Tendermint BFT. Благодаря такой системе разработчики имеют полную свободу и могут создавать любые проекты, подстраивая блокчейн под себя, а не подстраиваясь под блокчейн. Имя Tendermint также носит алгоритм консенсуса в системе Tendermint BFT, в оригинальном состоянии работающий по механизму Proof-of-Stake – доказательство доли владения, следуя которому валидаторы для создания блока выбираются относительно доли монет, заблокированной в их хранилищах. В данном случае для обеспечения работы алгоритма используется родная криптовалюта сети Cosmos Atom. Благодаря Tendermint сеть будет сохранять работоспособность, даже если до трети валидаторов выйдут из строя или окажутся злоумышленниками. Сетевой уровень и уровень консенсуса связываются с прикладным уровнем посредством интерфейса связи ABCI – Application Blockchain интерфейс. Можно сказать, что это своеобразный мост между уровнями блокчейна, благодаря которому разработка приложений может вестись на любом языке программирования. Cosmos SDK призван упростить создание блокчейн-приложений. Он представляет собой набор уже готовых модулей, которые могут быть легко встроены в новое приложение, в результате чего проекты не нужно создавать с нуля. Разработчики могут использовать уже готовые модули, комбинируя их с собственными. С Cosmos SDK создание проекта становится похожим на сборку конструктора. В наборе инструментов Cosmos есть проект Ethermint, который по сути является виртуальной машиной Ethereum, работающей в блокчейне Cosmos. Благодаря Ethermint любой проект, разработанный в сети Ethereum, можно перенести в сеть Cosmos без каких-либо дополнительных манипуляций. Также с помощью Ethermint можно разрабатывать приложения в Cosmos, не создавая собственный прикладной уровень, а пользуясь структурой уже знакомой виртуальной машины Ethereum. Все блокчейны, построенные в Cosmos, обладают свойством так называемой мгновенной окончательности. Это значит, что пользователи могут быть уверены в том, что добавление блока в блокчейн означает, что все участники сети пришли к согласию относительно этого блока. Например, в блокчейне Bitcoin для обеспечения безопасности сети истинной при разветвлении выбирается та цепочка блоков, в которой блоков больше. Это означает, что из-за действий злоумышленника в сети временно может образоваться разветвление, форк. То есть период неопределенности насчет того, какая из ветвей цепочки является истинной. В космос возможность возникновения разветвления сети отсутствует, благодаря чему блокчейны могут связываться посредством протокола межблокчейновой связи IBC. Принцип работы IBC похож на принцип работы обычных межсетевых мостов, только в данном случае мосты проложены сразу между всеми блокчейнами экосистемы. При переводе токенов из одного блокчейна в другой они блокируются в первом блокчейне. Затем доказательство этого отправляется во второй блокчейн, где выпускаются такие же токены. При этом следует понимать, что токены, выпускаемые во втором блокчейне, являются не настоящими токенами из первого блокчейна, а лишь их представлением в связке с доказательством блокировки настоящих токенов в родной сети. Если с сетями мгновенной и быстрой окончательности все понятно, для них протокол IBC может быть адаптирован и легко налажена связь, то как быть с другими блокчейнами, например блокчейном Bitcoin или Ethereum? Для связи таких сетей с экосистемой космос используются стабилизирующие зоны. Стабилизирующая зона является цепочкой блоков с быстрой окончательностью, которая анализирует связываемую с космос сеть. Сначала определяется порог окончательности сети, то есть количество блоков, которые необходимо добыть поверх какого-либо блока, чтобы он считался окончательным. Затем информация об окончательных блоках транслируется из соединяемой сети в сеть космос. Таким образом возникает связь блокчейнов, после установления которой с помощью смарт-контракта в соединяемой сети становится возможным перевод токенов из одной сети в другую посредством блокировки в сети космос или соединяемой сети. Для решения проблем множественных соединений в сети космос используется система зон и хабов. Зоны являются обычными блокчейнами, которые соединены с хабами. Специальными блокчейнами, разработанными для обеспечения связи между сетями. Благодаря такой системе блокчейну не нужно устанавливать соединения со всеми другими блокчейнами, а необходимо лишь соединение с хабом, которое обеспечит прямую связь со всеми остальными сетями. Первым таким хабом, запущенным в экосистеме космос, является космос хаб – блокчейн, работающий по системе Proof-of-Stake с родным токеном ATOM. При этом комиссии за транзакции могут оплачиваться в разных токенах зон, подключенных к хабу. По сути, космос является прочным фундаментом, на котором могут быстро и удобно строиться дома, то есть другие блокчейны, без ограничения по числу этажей, виду и форме здания. И благодаря нахождению на одном фундаменте эти блокчейны могут свободно контактировать друг с другом. Помимо этого, космос может взаимодействовать с другими блокчейнами, которые сами по себе также являются фундаментами для разработок. В других сетях такое обилие связи вызвало бы перегрузку и замедление работы. Но в сети космос могут обрабатываться тысячи транзакций в секунду. И что самое главное, сеть космос горизонтально масштабируемая, то есть возможен запуск параллельных сетей, что стирает границы возможного расширения экосистемы. Целью космос является создание интернет-блокчейнов, то есть экосистемы блокчейнов, способных децентрализованно взаимодействовать друг с другом. И вы можете приблизить достижение этой цели, присоединившись к открытой разработке децентрализованного интернета и глобальной финансовой системы будущего. Смотри в будущее и подписывайся на канал Криптон и наши соцсети. Все ссылки будут в описании.